Кто стал настоятелем храма на Мурадьяна и кто теперь исполняет обязанности благочинного Нижнекамского района? Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров, здравствуйте. Смена власти в Нижнекамском духовенстве, исполняющем обязанности благочинного Нижнекамского района, назначен настоятель церкви на Красном Ключе отец Георгий Пестрецов. Настоятелем храма Воскресения Христова на Мурадьяна отец Александр Калчерин. Об этом стало известно накануне во время приезда в Нижнекамск епископа Чистопольского Нижнекамского пармена. Отец Ион освобожден от должности настоятеля прихода. В чем причина кадровых перестановок мы расскажем в итоговом выпуске новостей в 18 часов 30 минут. Воспитательница, которая издевалась над детьми, сегодня вынесли приговор. Напомним, в феврале прошлого года бывшая работница 23-го детского сада уложила четырех детей на ковер и открыла окно и оставила их одних в группе. Таким способом она наказала детей за то, что они баловались во время тихого часа. После того, как выяснилось, после этого выявились новые подробности. Оказывается, некоторых детей она била по голове, ставила в угол во время прогулки, закидывала снег в одежду воспитанникам. Свою вину она не признала, а вот суд приговорил женщину к полутора годам исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10%, а также лишил ее возможности заниматься определенной деятельностью сроком на два года. Однако, по амнистии суд отменил наказание. Этонография, военная история, краеведение и еще 10 направлений было предложено учащимся со всего Татарстана для краеведческих работ. Отборочный тур прошло более сотни юных исследователей из 20 районов республики. Они-то и представили свои труды на суд жюри 4-й республиканской конференции «Жить, помни о своих краях». Какие темы интересуют современную молодежь и с какими неожиданностями они столкнулись в ходе своих исследований, расскажем в итоге о выпуске новостей. Хоккеисты «Реактора» в рамках домашней серии одержали убедительную победу над игроками Тюменского региона. Не сумев правильно настроиться, первый игровой отрезок наши спортсмены провалили. В ворота Ивана Федотова влетели две шайбы. Зато во втором периоде на лед вышла как будто совсем другая команда. За первые пять минут нижнекамцы смогли сравнять счет, а после и вовсе забросит в ворота гостей еще три шайбы. На что гости ответили лишь одной. 5-3 после второго перерыва. В последние 20 минутки реакторщики забили еще четыре шайбы. Итог встречи 9-4 в пользу реактора. Облачную погоду обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Температура воздуха минус 7 градусов, ветер южный 6 метров в секунду. Но пятилетнему малышу требуются деньги для операции на сердце. И как нижнекамские борцы готовятся к важному соревнованию. Об этом и не только уже в следующих выпусках новостей. Оставайтесь с нами, вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077. Также следите за новостями на нашем сайте. А также в выпусках радионовостей на частоте 107,5 FM. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok